Здравствуйте всем! Доброе утро, добрый день! Мы с Татьяночкой вас приветствуем. Мы тут за долгое время решили опять сделать интересное погружение и порасследовать, что в данный момент происходит на планете. Так что, возможно, это будет перемекаться с определенными элементами регресса. Куда-нибудь, может быть, прыгнем в какие-то прошлые жизни, может быть, нет, посмотрим, как пойдет. Но мы, как всегда, хотим вам напомянуть, друзья дорогие, что будут довольно мощные энергетические потоки, так как два квантовых поля их будет создавать, и очень много светлых сил уже подзаединяется. Так что, да, предлагаем слушать более погружение в медитации, как бы несмотря на нас, а слушая, пытаясь ощущать и принимать, что там все происходит. Хочу рассказать. Я вчера в онлайне уже тоже говорила, что у нас тут одной девочкой тоже большое раскрытие сделали, что в связи с тем, что очень сильно все процессы через воду происходят данный момент на планете, и вода выходит вообще впереди как основной элемент, через который очень многие вообще изменения будут и происходят, и происходить. Очень огромная космическая сила подсоединилась, или даже если было, она вышла на связь. Там много имен таких сложных, но вот одно из имен я тоже вчера в своем ютубе рассказала, он называется Мендес. Но это такое огромное сознание, что даже как группа сознания, или как сказать, очень-очень огромное такое световое присутствие. И это сила, которая в данный момент показывается как, если так можно сказать, как главная сила, которая зашла в планету, которая отвечает за все воды планеты. Это очень-очень огромная мощь. И там шло очень много информации про то, что в данный момент вода самое главное из-за того, что это единственный элемент, который может менять свои агрегатные состояния. Земля не может, воздух не может, и огонь не может, а вот вода, она и жидкая, и как бы твердая, и просто как бы паром. И очень много процессов можно как бы ощущать, увидеть, как происходит, что координирует эта огромная сила под именем Мендес. И как бы хотелось больше через него понять, и как это все взаимодействует с лимурианским уровнем, может быть, с Атлантидой, или даже и Борейским, или еще глубже. И пришла тоже такая особая информация насчет определенного особого элемента, который находится в Израиле. И если светлые силы раскроют и даст посмотреть, тогда я бы хотела посмотреть, что это, что в Израиле. Может быть, там можно эргентически взаимодействовать и раскрыть. Может быть, физически туда не езжи. Или, может, какие-то другие элементы может выйти. Еще у меня есть вопрос, как заходит и что это за особый поток, который заходит в Тайвань. То, что информация, которую мне передавал Друнвал Мехиседек, и там была информация про особый, очень особый новый поток, который заходит через Тайвань, он идет в сторону Африки. И потом еще чуть-чуть вверх поднимается в Европу. Ну, там я не буду названия говорить, да, чтобы каждый пусть сам в себе ощущает, что для него резонирует. Но хочется понять тоже, что это за такие потоки, и в каком моменте данный момент планета находится, в каком этапе. И что мы можем данный момент сделать, какие энергии можем раскрыть, чем можем поделиться. И что для нас всех было бы важно узнать, понять, увидеть. И как бы на благо, на благо всем, на благо планете, каждому. Вот такие у меня запросы. Танечка, у тебя есть какие-то запросы? Нет. Походу я буду дополнять вопрос. Ага, спасибо. Да, уже вот пришли артурианцы, приветствует нас, общие артурианские сознания, поток сознания, учительская система, сознание богинь, разные хранители планеты, тоже разных уровней, разных мест тоже подсоединяются. Очень особые движения происходит данный момент в центре Гаии, даже не в центре, как внутри Гаии. Очень много потоков двигается. Такое ощущение идет, что показывает, что ядро Гаии, что оно прям как-то вот наращивается в нем, то ли как давление, то ли как энергия, они прям так все сильнее, сильнее, сильнее начинают как бы двигаться, как бы и возрастать вот этот мощь его. Ну и по всей планете тоже такие световые потоки показывают, такие как петлями, петлями такие во все стороны. И очень тоже в последнее время все время присоединяются к посланиям рептилоидные структуры, те, которые переходят в свет. Также я вчера говорила, что королева тоже пришла, потому что она тоже хочет показать, что она выбрала перейти от всего, что было полный свет и как подсоединиться к группе, ну как бы служителей света здесь на планете Земля. И под нее идет вся эта их как бы структура, вся их цивилизация. Они тоже очень присутствуют, тоже говорят, что хотели бы просто ну как бы быть рядом в этом исследовании. Ну мы взаимодействуем всему тому, что позволяет наше высшее я, структуры высшего я и как бы те световые уровни, которые отвечают за эти погружения, что все было полностью конструктивно, безопасно, как бы к высшему благу нашему и человечеству. Так что, если это позволено, тогда мы тоже идем в это взаимодействие. Они говорят, мы были там, где вы еще не были. Мы видели то, что вы еще не видали. Мы знаем то, чего вы еще не знаете. Мы поднимем эти знания в новый уровень, в новый свет, через вот эти новые потоки Гаи. Уточнить, это от кого сейчас идет информация? Да, от этих рептилоидных структур, да. Они там еще много чего говорят, но я вот пока что не буду повторять. Просто хочу больше подняться выше, выйти на уровень такой планеты, увидеть все сверху. И прям вытягивайся сознанием еще вверх, выше. Как-то такие очень особые создается, мне даже не знаю, почему-то просят держать глаза открытыми, почему-то как-то создается такой, как световой коридор. И почему-то сегодня очень сильно именно присутствуют актурианцы. Они именно вот прям рядом-рядом делают световой коридор, такой проводят. И я вижу себя в таком длинном, большом, белом таком пальто, таком с большим капюшоном. И мы идем на какую-то такую большую световую точку. Они ведет, хочет показать. Потому что кажется, что в данный момент мы уже долго не делали никаких расследований и регрессов. И есть огромное ощущение, что все раскрывается намного шире, намного более понятнее и виднее будет все эти глубинные, такие, ну сколько данный момент доступные записи, такие сакральные уровни. Мы как бы идем через световой коридор такой, который просветляет актурианцы своим присутствием. Но одновременно мы как бы очень спешим. Как бы надо поспешить, они говорят. Так, я теперь пытаюсь понять, или это перешло в какой-то элемент регресса, или это просто какую-то часть световой работы, они данный момент показывают. Но там происходит такое как бы общение с определенными структурами внутри Земли, с которыми мы встретились. И там такие дискуссии происходят, данный момент. И очень интересно. Там группа хранителей внутренних сакральных знаний планеты Гайи. И вот с ними идет общение в данный момент. Идет как бы запрос на какой-то особый доступ, показывает такую группу таких старых, таких мудрецов. И они говорят, что этот запрос, он принадлежит всему человечеству. Этот запрос всего человечества в более глубинной раскрытии сознания Гайи. Как бы от меня идет очень огромное такое истребление. Но да, что мы, конечно, готовы раскрыть эти глубинные знания. Как бы уже как бы все, пришли, давайте уже идти на взаимодействие. Но они как бы на всю планету показывают. И они говорят, ну как все остальные, а все остальные как бы готовы. Потому что они говорят, что это огромная ответственность. Если вы получаете этот доступ, тогда вы берете на себя определенную ответственность сохранять вот эти знания и нести как бы такую очень священную вещь дальше, вперед. Как бы не растерять и не потерять. Могут ли быть даны эти знания тем, кто готов? То есть не всему человечеству, а именно тем, кто уже готов. Тем, кто готовы, они уж даются, но так по чуть-чуть. По чуть-чуть даются. Но вы в данный момент делаете нам запрос как бы на все человечество, на всю планету. Вы как бы получается делаете, берете на себя большую ответственность. Ну пусть тогда нам будет дано сколько возможно на ту ответственность, которую я могу на себя или как-то, чтобы это может быть не было тогда на все человечество. Может какой-то такой определенный часть всего этого можно открыть, показать. В чем проявляется вот эта готовность? Что нам нужно сделать? Это только духовный рост и раскрытие сердца или что-то еще? Такой улыбается, это такой мудрец. И какой умный вопрос он говорит. Он говорит, да, это, конечно, во-первых, всегда связано с глубинным уровнем сознания, сознания сердца. Насколько раскрыта, насколько раскрыта осознанность сердца, сердечная. Насколько вы подходите к всем вопросам и всем действиям через свое сердце, через сознание своего сердца. Как бы даже говорит через кристалл сердца, да, освещая, смотря на все вещи, с которыми вы встречаетесь. И если вы раскрыты вот в глубине вот сознанием сердца, если оно связано с сознанием сердца, с вашим сознанием, как бы, да, тогда и ум это все принимает и понимает, и там нет никаких проблем, можно давать и раскрывать. Но вот сознание сердца, раскрыть, это вот длинный, это долгий путь. Вы давно уже его идите. Но, однако, в то же время, час человечества еще не дошло. Они еще в пути. И мы дадим и даем тем, кто готовы, но частично, как я уже говорил, так как эти знания могут перейти в общее использование слишком быстро, слишком большим таким потоком, такую волну сделать. И это может те, кто не готовы вынести, как бы, из их сознания, так как все вещи, они идут степенчисто. Надо все по ступеням делать, нельзя перепрыгивать. Могут ли нам пояснить, какие сейчас процессы, происходящие на Земле, нам важно понимать? В данный момент Мендес пришел на планету, чтобы обновить ее, чтобы обновить всю эту водную стихию. И в этих древних скрижалей уже давно об этом говорилось, что придет время, когда заокеанские, за морские силы придут и вознесут то, что было спрятано, то, что было скрыто. Как бы урыто даже, говорит, как-то в глубине. И вы увидите, насколько огромные изменения пройдет на планете. И вы поймете, насколько нужно и, как бы, насколько большая надобность для этого всего была. И когда вы прикасаетесь к воде, вы можете уже ощущать новое сознание планеты. Она уже там. Она уже все вибрирует. И вода будет менять свою структуру. И также структуру всего того, с чем она взаимодействует. И деревьев, и растений, и людское сознание. Но так как сознание меняется и реагирует очень медленно, то эти изменения будут постепенны, планомерны. Там в данный момент такие потоки идут. Они такие, как волны внутри земли. И они как-то вот сходятся с тем, что на поверхности земли. И вот так вместе сходятся, расходятся, сходятся, расходятся. Оно как таким волнам, по чуть-чуть приближается друг к другу. То, что происходит, как бы, на поверхности с тем, что в глубине. Потому что это раскрытие сознания, она идет одновременно с раскрытием вот этого всего глубинного, сакрального знания, что внутри планеты. Так, сейчас будет говорить Мендес. Приветствуем вас, планета Земля, с космических уровней. Приветствуем вас с уровня богов-творцов. Приветствуем вас с уровня материализации божественных элементов. Приветствуем вас с уровня Абсолюта. Абсолютным божественным сознанием. Приветствуем вас также. Передаем ваши структуры, генетические коды новой Земли. Трансформация идет очень глубинная, говорит, связана с ядром Земли, с самым центром ядра Земли. Там происходят необыкновеннейшие процессы, которые меняют состав всех элементов здесь, на планете Земля. Не знаю, он говорит, этот процесс трижды пережитый, но никогда не достигший своего такого цельного, полностного результата. Так как было очень много помех, которые не позволяли этому процессу пройти до конца. В данный момент мы пришли и прыгали сюда, на планету Земля, очень огромным составом разных космических структур и уровней, чтобы оплатить всю эту энергию в реальность. Можно даже сказать, как проект такой, чтобы эта планета могла пережить свою перетрансформацию, оставаясь там же, где она есть, не меняя свои основные эти, как бы, ну как формы, как состав, если так можно сказать. Ну как бы, он говорит, не состав, а структуру. Извините. И мы будем передавать такие особые волны в центры Земли, которые будут раскрывать ту особую божественную искру, которая там, в ядре. И помимо воздействия этих волн, будет все больше и больше происходить изменение состава элементов здесь, на планете Земля. Вы передаете в данный момент очень важное послание для всего человечества. Человечество Земли, говорят. Мы приветствуем вас с космических уровней. Еще раз повторяется. С уровня Богов, Творцов. С уровнях, воплощающих материю, энергию в материю. С уровня Абсолюта. И сверх Абсолюта. Сверх Материального. Сверх Осознанного. Вы приобретаете новые качества в данный момент. Во всем своем теле. Во всей своей сущности. Вместе с планетой. И мы даем очень особый космический поток в недра Земли. Чтобы раскрыть, раскрыть, раскрыть. Ее глубины. Эта энергия, она похожа на такое, как облучение. Ну, в хорошем смысле. Я так вижу, что нам раскрывает такую определенную часть процессов на планете Земля. Так как там показывает разных космических углов процессы, которые данный момент транслируется на планету Земля. И главное, что надо увидеть, понять, что эти процессы, они очень прям важны. Вот должна в этот раз планета это сделать. В этот раз должно все получиться, пройти так, как оно должно быть. Показывает тоже такое очень интересное такое, что уровень богинь, да, женские вот эти потоки богини. Что они говорят, мы поднимаем занавесы. Он такой прям занавесу поднимает. Вот, чтобы раскрыть вот это глубинное, секретное, вот именно божественного женского элемента этих энергий. Потому что это тоже будет очень-очень способствовать вот это раскрытие духовно именно женщин. Духа, как осознание себя, как женщины. Здесь, на планете Земля, очень тоже будет способствовать эти энергии. Они прям так, прям по-женски, так очень красиво, плавно, да, отекают всю планету. Они тоже идут очень глубинное такое взаимодействие. Именно потому так важно вот многим женщинам, которые в данный момент раскрывают всю эту божественную женственность, вот быть в этом, плыть, цвететь, как бы, да, и радоваться, и пребывать вот полностью, сколько возможно, скрытым своим женским, там, божественным состоянием. Так как вот через все эти женщины, как такие прекрасные каналы, тоже активируются очень важные вот эти потоки. они, как бы, усиливают саму тоже, как бы, Гаи, и помогает Гаи вот этот прыжок, этот переход сделать. И Гаи поднимает новые свои глубинные уровни. Вот это все древнее, особое, оно становится с каждым моментом все более явнее, яснее, понятнее, доступнее. Они говорят нам, что вы вдвоем тоже можете очень-очень много сделать для планеты. Так как у вас есть очень много доступов, вы можете тоже раскрыть для многих людей очень много важных знаний. разное проявление энергии и всего того, что происходит на планете. Идет такая большая поддержка того, что мы делаем. В данный момент идет такой особый поток раскрытия понимания знаний, которые нам дается, чтобы мы могли поднимать их в таком новом, уже распакованном понимании для людей в разных уровнях. Каким образом нам лучше это раскрывать? Конечно, своим сердцем они говорят, рассказывайте то, что видите, то, что понимаете, передавайте, объясняете. А главное, проводите потоки. Это очень важная работа. Это самая главная часть работы. Приводите эти потоки в сознание, людей, в мир. Так как это очень огромная работа по раскрыванию сердец и сознаний и древних знаний, и доступа к древним знаниям, к глубинным уровням души. Иногда человеку надо просто только такой импульс, только такую искру прикоснуться, и все. В нем уже пошел этот поток электричества, можно сказать, да. И оно там может действовать само дальше, оно же само раскрывается. Ноги настолько уже готовы, как созревшие яблока. Ты только чуть-чуть притронься к этому, как этот маленький столбик называется, ну, ножички этой, да. Все, он уже падает с дерева, да. И здесь то же самое. Очень-очень много таких уже почти, почти все готовых. Чуть-чуть такой маленький импульс, да. И все. И человеку пошло прям такое, как просветление. Он все вдруг понимает, раскрывается, и видит, и ощущает совсем по-другому, да. Очень-очень сильно в данный момент работают полиактурианцы. И разных плотностей, я так понимаю. На повышение вибраций сознания. В данный момент, да, всем присутствующим, кто желает, пожалуйста, можно принимать вот в себе эти работы расширения, как бы сознания и повышения вибраций. Вот именно в данный момент происходит вот такой поток. Он прям идет в экран отсюда. И прям повышение вибраций, вибраций сознания, сердца. Прям идет такой хороший, очень ощутимый такой прям поток. Осознание Абсолюта должно раскрыться в каждом, они говорят, в каждом. Каждый должен понять, это самая простая элементарная вещь, что он частица Бога. Частица Абсолюта. Это уже будет очень много. Это огромный шаг вперед. И Абсолют подключается, говорит, ты всегда во мне. Я всегда в тебе. Ощути это. Сейчас, в данный момент, мое присутствие в тебе. Раскрой своего сердца. Сколько ты можешь в данный момент? Широко, широко. И просто впусти в него свет. Еще больше света. Намного больше света. Распусти этот свет во все стороны, как от звезды, которая излучает этот прекрасный божественный свет. И просто сияй. Просто излучай. Просто дыши. Просто ты есть. Ощути мир в себе и себя в мире. Вселенная в себе и себя во Вселенной. Мир это ты. Ты это мир. Мы всегда рядом с нашими поддерживающими, любящими потоками. Мы ангелы, архангелы, проводники, хранители. В данный момент идет такой очень балансирующий, гармонизирующий поток. Продолжение следует. Говорят, что не наблюдают, что в данный момент очень много людей в таком состоянии, непонятно каком, очень такое непонятное состояние, но они говорят, что это и есть то состояние перехода, когда еще почти не там и еще не там. Что это очень нормально, что просто надо позволять себе в этом быть, просто раскрываться все больше и больше. Чем больше раскрывается сердце, чем больше повышается вибрация, тем быстрее происходит переход в эту новую, новую энергию, новую землю. Мне частично получается сегодня передавать часть той информации, которую я вчера в своем онлайне передавала. Он на латышском был, как для латышской аудитории. Но вот все время поверх, как бы сверх всего стоит вот эта сила под названием Мендес. И он тоже показывает на киты. Я уже вчера рассказывала, энергии китов на данный момент играют очень важную роль в планетарном уровне, в наших кладах Земли. И показывает китов, которые плывут по всей Земли, по воде вокруг Земли, как бы получается, да, ну так, символично. Они делают очень глубинные, важные работы. Просто очень сильно присутствует эта энергия китов, тоже в данный момент он на нее указывает. Потому что киты, эти тоже хранители, очень важные хранители глубинных древних знаний. И киты будут играть очень-очень важную роль в этом переходе, в переходе Земли. И так как киты очень довольно, как бы давно уже здесь, они очень уже приспособлены к планете Земля. Через их потоки, как высоких духовных существ, здесь на Земле будет довольно легче принимать, адаптировать эти новые энергии. Так как они очень в этом помогают. Говорят, что также Китай будет играть очень важную роль в раскрытии древних знаний на планете Земля. Так как в Китае хранится одни из самых древних и особых знаний, которые были здесь, как бы скрыты на планете Земля. Китайские горы, которые присутствовали здесь довольно долгое время. И потом были как бы скрыты из-за того, что люди начали не так им употреблять. В очень корыстных целях. Говорят, что также китайские горы очень много в себе скрывают. Эти горы как бы совсем другие, не такие, как все остальные на планете Земля. Совсем другие. Там прям совсем другая энергетика сразу идет такая. Для зрителей я напомню, что тебе также входит в Китай, на территорию Китая. И также на территории Китая есть многочисленные пирамиды, о которых умалчивается. То есть многочисленные фотографии, уже заросших пирамид или замаскированных иногда, которые также хранят в себе древние знания, которые будут открыты. Я все время нахожусь параллельно как бы в двух местах. Одно я как бы частью своей частью нахожусь все время рядом с этими хранителями. И мы пошли глубже, они как бы дали перед мной такой огромный светящийся предмет. Что-то на шар похожее такое, ну как бы шар, как бы не шар, но он прям излучает очень сильно такие. И он как бы вот такой предмет, который освещает и как бы раскрывает. Как бы с ним поворачиваешь куда-то, он как бы освещает, эта энергия осветляет, раскрывает знания. И с другой своей частью я как бы куда-то хожу и смотрю, что на планете происходит. В данный момент хочу просто посмотреть, какую, что возможно ли, есть ли как бы доступ посмотреть, что мы можем про Китай посмотреть, потому что они сами туда повели. Говорят Китай, Тунис, Израиль, Алжирия. Я буду пытаться понять эту энергию, исходящую из китайских гор. Я сейчас буду пытаться разобрать эту энергию, потому что у меня в основном идет так, что, ну они говорят там в фоне, но они все равно все время показывают эти потоки. И мне надо понять их, как бы очень необыкновенная энергия. Из этих китайских гор я пытаюсь ее как-то найти словами, как описать, сейчас буду думать. Ну я могу сразу сказать, что эту энергию, вы сами понимаете, да, я уже много раз говорила, энергии вообще очень трудно описать. Они как бы дают мне такие особые ключи, чтобы мне, ну хоть бы как я могла его описать людскими словами, но это нереально, конечно, трудно. Но для самой себе тоже, чтобы сформулировать это как-то, я буду пытаться, ну как я смогу, насколько просто смогу, как бы так объяснять, да. Они говорят Китайские горы, вдохновение бытия, быть вдохновленным на свое бытие, на проявление своего, свое. Быть вдохновленным на существование, на дыхание, на глубины золотистые, на моря голубые, на океаны серебристые и чистые. Ты знаешь эту древнюю поговорку, этот древний тоже рассказ. Я не уверена, что удастся передать то, что они показывают, но они примерно идут так, что был однажды князь. Он пошел, поднялся в гору высшую, чтобы раскрыть божественную истину. И прикоснулся он к небесам и сказал он, я к вам. И подошел к нему ангел огромный, такой много крылястый, крылистый, серебристый. И спросил, почему пришел ты к нам. Там очень показывает всякие элементы, но если так очень кратко, тогда он как бы пришел спросить, где можно Бога найти. И ангел показывает ему вниз, на землю все и говорит, вот, вот он там, вот вся земля, она Божья. Там такие интересные просто потоки, такие картины идут, не могу их рассказать и передать. Такой как бы вот этот один человек поднялся, к небу прикоснулся, ангел подошел, он показывает, вот, вот он творец, вот он в земле, вот оно все там. И как показывает, что спускается этот князь с этой горы, так вот, по чуть-чуть вокруг, как бы, как такая лестница или что такое. И он спускает с собой вот эту энергию, которая показывает, что все здесь, все внутри, не там где-то, а здесь. И принес вот эти знания здесь, на землю, вот эту энергию, это понимание. И как-то все время показывает, что не знаю, почему он князь, потому что не знаю, есть ли в Китае князи были, по-другому они назывались. Но именно как-то показывает данный момент, что он как-то вот именно с Китаем связан, что эти знания самые первые, такие древние, что они именно были в Китай принесены. В данный момент вот так идет, так показывает. Потому что есть, как бы, одно такое состояние, когда мы очень связаны, как бы, с энергией вне. Вот с галактиками, с цивилизациями, да, с планетами. И это тоже такая важная часть. Но вот та энергия, которая несет китайские горы, вот эта китайская энергия, она показывает, что все самое, вот, глубинное, сакральное, что оно здесь, внутри. Идет, как бы, закручивание такой энергии, вот, внутри из этих гор, что оно идет особо, вот, как на центральный внутренний канал человека идет тоже. Одновременно он, конечно, соединяется абсолютно, да, и со всем, но с другой стороны, оно уже все здесь, внутри. Такое очень сильное ощущение, что все, оно тут, что никуда, ну, как бы, не надо извне, как бы, ничего, что надо раскрыть то, что здесь есть, уже внутри, да, оно, как бы, изначально. Очень трудно так описывать, попытаюсь чуть-чуть, а сейчас еще. Там подключаются такие древние жрецы, жрецы, боги-творцы тоже, хранители вот этих китайских всех гор, этих знаний. И показывает эту энергию, что она довольно уже в таком подвижном состоянии, что она уже не стоит там, внутри такая вся, ну, закапанная, что недоступная, что она уже прям так плавно, там уже плывет по Китаю вперед-обратно, да, она уже двигается. Она уже становится прям, вот, как такая большая простыня такая, уже по чуть-чуть видно и доступна. Древние арийцы тоже были с этим связаны, они говорят, с этими знаниями. Они тоже здесь, как бы, прикоснулись к этому сакральному всему элементу. Надо быть в очень особым состоянии души, чтобы подойти. Чтобы подойти так близко, чтобы увидеть. Увидеть глазами души. Изнутри. Я пытаюсь всю эту многогранную энергию как-то, как-то сформулировать, то, что там не трубки в Китае, я все время как-то вот там энергия Китая. Думаю, может быть, какой-то один элемент может показать нам ближе, хоть бы так понять, о чем идет речь, какой-то конкретики. И они показывают огромную гору, такую скалу, из которой течет вода такой струей. И вот подходит кто-то с большим кувшином и наливает в нем эту воду. И она как бы выходит струей и в то же время течет от всей этой горы, как бы просто таким, как водопадом, таким плоским, таким спокойным. Сакральное употребление ресурсов планеты, говорят. Очень осознанное употребление каждого самого маленького элемента. А вода – это первоизначальный элемент, говорят. Всего, всего, всего. Все было сотворено в воде, из воды. Это было самое первое, что было создано. Показывает такой особый и сакральный круг китайских людей в особых таких костюмах. Этот кувшин с водой стоит посередине. Они сидят вокруг и соединяются с сердцем и своим духом, энергией с этим кувшином, с этой водой. Но все пронизывает особо такая высокая сакральная вибрация. Такая не просто там, но она такая прям, такая священная. И они начинают делать особые движения. И вот энергия воды, она начинает подниматься из этого кувшина во все стороны, такая мерцающая. Нам будет примерно рассказывать ту часть, которую мы можем осознать в данный момент своим сознанием. Но они говорят, мы соединяемся с сознанием воды. И каждый из этих людей, я так понимаю, что их там девять в этом кругу. Они каждый соединяются с энергией мерцающей этой воды, сознания этой воды. Ой, как интересно. Там идет речь о бессмертии, о способности выбирать длину своего физического существования. И вот наполняясь этими эфирно-энергетическими элементами сакральной воды, она как бы обновляет все тело, глаза, все-все-все, кожу, все нутри. И все время идет такое, как обновление в то состояние, в котором ты вот это делаешь, в котором ты был, ну, например, не знаю, тебе там лет 30, да, и ты вот это делаешь, и там опять через какой-то там, не знаю, срок, там, не знаю, неделя, месяц, год, ты опять это делаешь, и ты опять обновляешь свои 30, и опять свои 30, и опять как бы... Ты все время в состоянии 30-летнего. Ну, это так, чтобы совсем элементарно было понятно. И потом, когда идет соединение, вот работа с собой сделана, тогда она дальше расширяется на работу с планетой. Вводится вот эта сакральная, осознанная энергия как бы в планету, чтобы она тоже обновлялась в этом таком особо тонком, ну, как бы уровне. И тоже все время было в своем таком, ну, молодом ресурсе, таком мощью своей, такой, ну, духовной и физической. И они говорят, что мы поднимаем эти знания для вас не для того, чтобы вы теперь сильно все увлеклись только одной идеей, как достичь своего бессмертия, да, но чтобы вы осознали именно то, насколько возможно взаимодействие глубинно-сакральное с каждым элементом планеты в осознанном уровне. Как вы это возьмете, так и вот так это в таком взаимодействии вы можете с этим войти, как бы, да. То же самое не показывает эти знания взаимодействия с Солнцем, с лучами Солнца, да. Там какое-то очень особое наполнение клеток идет от Солнца, но прям показывает по уровням все клеточки тела, и как они все, как заходит луч Солнца, как они все наполняют все эти клеточки особым таким веществом, как небесное золото такое, прям, по-другому не назовешь. Не знаю, как это описать, я вижу, как наполняется вот это тело, как идет под соединение опять вверх, как бы все время стабилизация соединения с Творцом, как бы, да. Но это не только, то там очень много уровней, это процесс, который происходит от осознанного напитания Солнцем, такое, как все время одухотворение своей материи. И если идет одухотворение, оно все время как, ну, постоянно, как бы, ну, вот наполнено вот этим присутствием Духа, оно никуда не уходит, ты все время в духовном осознанном состоянии, в то же время ты в теле. Кстати, то и водой из кувшина, они потом моются. Это уже такая, ну, стандартная, нормальная физическая процедура, помыть тело, как бы. Ну, а сначала было там это осознанное соединение на духовном уровне, потом идет, как бы, обмывание вот этой водой тела. Вообще-то очень интересно, потому что все, что показывает, здесь, что вот этих сакральных знаниях Китая, это такое ощущение, вот когда в фильмах показывает какую-то планету, вот то же самое, например, как из моего любимого фильма «Прекрасная зеленая», да, вот про этот народ, который живет на этой планете, где они в стопроцентном соединении с природой, да, нет домов, нет асфальта, нет машин, все такое, вот все духовно, что они делают, но реально зевет физически, да, спит на природе, ест там какие-то определенные фруктики, только собирает травы, да, ну, как бы так, да, и вот, ну, духовно вот друг друга ощущает, слышит, слушает сферную музыку, как бы, концерты, да, и вот это ощущение, вот, которое я смотрю, что эти люди делают, как они вообще живут, вот если вот как древнее такое знание брать, да, и все это ощущение, вот планета Земля, вот очень такой высоко, духовно чистый, вот прям такая, думаю, смотрю, ну, где там что-то еще другое, нет, ну, как бы, думаю, вот как они спокойно двигаются, как все такое осознанное, такое одухотворенное, да, кажется, вообще про Землю идет речь или про другую планету, ну, как бы Земля, да, ну, возможно, да, это один вариант, что это время, когда-то так было, возможно, так опять будет, да, ну, может, в обновленном варианте, но в принципе, как бы, да. Я, наверное, тогда не буду больше углубляться здесь, в Китай, потому что там, ну, можно сказать, так, ну, сложно не показывать, но все равно это, чтобы я, как бы, разобрала эту энергию, это бросит, ну, долгое время, пока я тут разбираю, пока передам дальше, я хочу еще немножко притрунуться вообще в общем состоянии, что происходит, я очень хочу еще посмотреть, что с Израилем. Я немножечко задержалась около Тайвана, потому что этот Тайван периодически у меня мелькает в информации, которая мне дается, и в данный момент мне показывает Тайван, как духовный лифт вниз и вверх, и в небо, и в землю такой огромный скоростной лифт, как бы через него может заходить очень много и быстро, всего то, чего нам надо, как бы, и как бы спускаться и подниматься, такое особое, какой-то, как, ну, можно назвать порталом, да, но вот ночь похожая на скоростной световой лифт такое. Хорошо, я потом еще притронусь, тогда пойду в Израиль. Они говорят, земная кора меняется, состав и движение земной коры, оно скоро станет заметно. Насколько я понимаю, что движение земной коры, оно будет так, чтобы совместить обратно те сакральные места, которые должны быть там, где они должны быть. Но это может быть совсем минимальное движение, но, например, что-то случилось, почему, например, что-то, вот точка какая-то, она должна была быть вот здесь и так, как бы, да, и что-то сдвинулось, она как бы разделилась и не несет, уже нет той энергии, которая изначально была создана, чтобы была эта, ну, как бы, вся эта духовная мощь и как бы определенные движения коры, они будут такие сделаны, как бы, можно сказать, обратно, чтобы вставить в места, как на пазл, те вещи, которые были куда-то отделены, чтобы они там должны были обратно соединиться, опять войти в свою, как бы, силу, да. Ну, возможно, какие-то особые места, не знаю, там, пирамиды или чего-нибудь еще вот такие тоже показывает. Прикасаясь к энергиям Израиля, очень сильно активизируется поток Богородицы, Матери Божьей, говорят, Мать Мария, тоже Мария Магдалина, Иисус. Там очень много важных сакральных знаний, которые были переданы Христом и также через Марию Магдалину. Там идет очень сильная, как бы, энергия, что это все охраняет Богородица, Мать Мария. И она, как бы, свободно передает эти знания тем, кто готовы, тем, кто за ними приходит, она, как бы, их дает. Они уже не стоят под 10 ключами. Они доступны. Я спрошу, что я могу оттуда взять, подойду ближе. Там подсоединяется группа таких женщин с белых платках, и мы все идем в какую-то большую пещеру. Они говорят, что самое главное в данный момент для людей это сохранять равновесие. Больше всего. Важнее всего сохранять равновесие и бодрствование, бодрствование духа, чтобы не заснуть, чтобы не позволить себя, ну, как это слово, засыпить, засыпить, и чтобы быть в таком четком наблюдении за всем, что происходит. Быть на чайку, смотреть, просто наблюдать и не засыпать своим духом и быть в равновесии. Очень такой важный, как бы, вот такой энергетический посыл. О, знаешь, что я увидела? Что? Там в этой пещере, там сидит женщина, тоже в большом таком платье с платком, и у нее младенец на руках. Она сейчас светится, и ребенок тоже весь светится. Такой костер горит посередине. Но это не фантом Марии с младенцем, это другое. Это другое что-то, да, сейчас. Не могу так быстро с этой энергией соединиться, так очень, так бережно, по чуть-чуть ближе подходим, сидимся там рядом. Такая энергия, как бы чудо идет, земля ожидает чуда, чудес. Эти женщины все по кругу, каждая берет, подержать этого младенца на руках, как бы энергия мальчика идет. Мне почему-то, не знаю, идет даже ощущение, что та женщина тоже не его мать. Он как бы пришел непонятно откуда, он как бы не родился ни у одной из этих женщин. Там такие очень интересные энергии, даже трудно описать так. Потому что я вижу в них такое, как бы такое, как непонятие, что с этим ребенком делать. Нет, в данный момент все-таки этот ребенок, он идет как символизм. Они показывают, что он как бы становится все вжаслее с каждой минутой. Он как бы растет, растет, вырастывает больше всех. Таким большим белым светом расширяется на всю планету. Очень такие энергии Святого Духа присутствуют. Ну, это какой-то такой прям сверхсакральный процесс. Он как бы расширяется, прикасаясь к очень многим местам во Вселенной. И потом как бы все-таки сужается и входит как бы в центр планеты нашей Земли. Такое, как сознание какое-то божественное такое. Он как бы олицетворяет божественное сознание. И когда он входит как бы в планету, его энергия всю планету наполняет, и она становится совсем другая. Какые такие потоки, как изначальных божественных элементов. Такая энергия, как изначальности, вот с самого первого, что было создано, такое... Боже, как трудно описать. Говорят, мы дадим вам ключи потом, дальше, когда вы будете готовы это воспринять и как бы отключить это послание. Было бы очень интересно, если кто-нибудь из тех, кто будет слушать эту запись, свои какие-то вот пошли бы видения, ощущения, потом, если могли, пожалуйста, бы записать в комментариях. Было бы очень интересно поощущать, посмотреть, как в других это раскрывается, вот это послание. Идет такая энергия, что вот наша планета, что она с каждым моментом все больше и больше становится планетой разных водных стихий. Так они говорят. Я хотела бы задать вопрос. Дело в том, что у нас принято считать, что сейчас Земля переходит в более такую воздушную эру, в эру Водолея. И как это будет все-таки сочетаться с воздушной стихией? Говорят, что воздушная стихия никуда не пропадет. Она тут, она будет здесь. Ну, водные элементы, ваши и земные, они будут меняться в другую такую свою составную. такая как откодировка будет идти вообще водного элемента, чтобы также эту воздушную сферу и стихию вы могли по-другому, можно так сказать, глубже, легче воспринимать. Потому что, не знаю, говорят, что воздух и стихия, что она тоже наполнена водными элементами, так как, ну, вода, когда распаривается, тоже как бы, ну, становится таким, как воздухом. И он все равно связан с этой водой, что она наполняет все и воздух, и землю, и сама вода как такова, что вода это как бы все. Благодарю. Принято считать, да, вот эта вот воздушная стихия, что она в себя включает также энергию. те энергии, которые присутствуют сейчас на Земле, которые принимают участие в разных процессах, именно вот энергии тоже причисляют часто к стихии воздуха. Так ли это? Понятно, что есть энергии воды, энергии огня, энергии воздуха, но вот в целом все-таки энергии, те, которые мы сейчас работаем с людьми или какие-то другие, они относятся к стихии воздуха или же это вообще как отдельный элемент? Ну, идет как отдельный. Они что-то там показывают, какие-то потоки разные сейчас. Это как бы вообще другой элемент, те вот энергии, которые мы работаем, например, с высшими силами, это как бы вообще другие энергии, воздушная стихия, другая энергия, водная стихия, другая энергия, ну, как бы так, по раздельности у каждой есть своя энергия, а вот эти, с которыми мы работаем, это вообще другая энергия, вот эти потоки, как бы это не воздух, не огонь, не вода. но оно входит в взаимодействие с этими стихиями, так как наше тело эти стихии содержит здесь на планете Земля, тогда соединяясь внешними разными потоками они идут в взаимодействие с этими стихиями да, и через воду идет самое глубинное взаимодействие так как вода наполняет все, и тело и землю, и все, через воду легче всего не знаю, почему они говорят в Израиле корни человечества возможно даже пребывание первого человека там какой-то особый ключ в этом есть это, наверное, не буду в данный момент заходить в глубину то есть на территории современного Израиля правильно? они говорят, раньше территория Израиля была шире они показывают вот эту землю одного такого человека, который на ней стоит и как бы вот такой там, как такая, как световая как ключ, как код такой идет что вот в этом очень важная вот энергия соединения человека с планетой вот именно через Израиль что-то там такое есть но я не уверена, что они будут сегодня это раскрывать он просто показывает так вот через расстояние корни в Израиле это важно, они говорят важно осознать это понять, принять как бы соединяясь с Израилем получается, что мы как-то или туда поедем или ну как бы осознанно соединяясь получаем обратно какую-то свою такую корневую часть важную для себя как человек как люди как человек как люди человек был создан по подобию Бога а Бог в себя включая все элементы и воздух и воду и землю и огонь такое, как заякорение через Израильскую землю планету земля как бы такие важные элементы через туда приходят тоже и как бы не зря именно там родился великий учитель Иисус да заходя в эту землю он знал куда он приходит именно куда наверное пойдет какое-то послание от духовного совета возвышенный духовный совет планеты земля отвечающий за перемещение воплощение душ перемещение по разным планетарным уровням измерениям и также временными линиями связанными с планетой и земля говорят мы передадим особое послание вам этот момент в этот момент времени здесь на планете земля момент великого перехода нашего великого космического солнца показывает наше центральное космическое солнце что оно тоже как бы переходит новый уровень своего сознания новый уровень своего свечения это время перехода великого центрального солнца они говорят которое включает в себе очень много обновлений изменений на очень многих точках вселенной на разных планетах звездах системах звезд на разных уровнях галактических и вселенских наше задание сегодня в этот день передать вам это особое послание о том что планета земля что великая Гаия что она сотворяет чудо обновление всей своей структуры перенося все свои элементы на новый уровень вибрации при одновременном взаимодействии с человечеством находящимся на ней и в недрах ее до самого центра это обновление одно одновременно и глубинно сакрально и очень ощутимо материально и сверх божественно одновременно быть на планете земля в этот момент времени это соответствует тысячу жизнями на очень многих других планетах в очень длинный период времени это включает в себе очень огромный космический переход переход сознания целой планеты со всеми на ней находящиеся духовными существами в основном воплощенными и определенными тоже невоплощенными сделай свой выбор присоединиться к планете земля в этом периоде великого перехода сделай неописуемо огромный шаг выбор этого огромного шага в сторону своего огромного духовного роста насколько вы бы не ощущали свое присутствие или участие в этом процессе бывая здесь на этой планете ваша душа знает насколько огромной роль это все играет в вашем космическом существовании портал времени он меняет свою суть портал времени он приходит как бы в совсем новое космическое освещение излучение взаимодействие пространства и времени и одновременно в это время приносится на землю новые порталы пребывания вне времени вне времени и иногда тоже не в пространстве которое дает огромную возможность бесконечным космическим путешествиям передвижением разным уровнем господи как это все вообще можно в словах вот эти порталы не времени они будут одновременно действовать все возможные стороны и уровни вселенной и вы сможете ощутить себя непривязанным к одному месту но в то же время оставить в себе это ощущение дома что вы дома что здесь ваш дом что здесь ваша земля вам знакомы и близкие элементы души пространства вы поднимаетесь в этот новый уровень осознания осознанности когда вы уже сможете действовать вне времени подключается хранители времени иерархия времени особый какой-то процесс происходит в данный момент и очень углубленно идет энергия информация насчет вообще взаимодействия с временем наверное это очень важно здесь понятно планете земля потому что в данный момент наше все пространство окружает многих разных подуровней световых групп которые работают со временем хранители разных световых уровней связанных с энергией времени с пространством и временем ну конечно энергия и времени это вообще нереально описать да ну я сколько смогу потому что они показывают что вся планета земля она как бы поднимается в это такое состояние вне времени это получается что можно будет все осознаннее сделать выбор как бы зайти в взаимодействие со временем да в какое-то пространство да и вот ощущать что время идет да и в то же время открывается такая огромная свобода выйти из времени и быть ну там где кто где должен быть да где хочет где надо и там нету времени ты просто есть да не считается никакое время сколько где как просто вот это пребывание проживание чего-то это очень трудно описать мне кажется просто мозгу непонятно как это не времени ну вот передаю да то что показывает и это очень важный элемент составляющий весь этот переход планеты земля да вот это выхождение из постоянного портала времени вот это есть огромное расширение земли тоже что время переходит в новое какое-то тоже свое такое состояние измерение что мы совсем по другому будем с ним взаимодействовать получается что ты можешь быть творец никакое не считанное время там где ты хочешь и как ты хочешь и тогда получается что нет никаких точек отсчета когда началось когда должно закончиться может быть я устарею может все-таки никогда не устарею и просто вот проживать и быть и как бы наслаждаться и вот не быть в этом время не знаю сколько понятно удается это рассказывать но есть на земле уже такие активные места где вот это уже в каком-то мере работает оно вот это все новое окружает планету как бы она поднимается в это и она по чуть-чуть входит все это ну вот в общем сплошном планетарном уровне как бы ну по чуть-чуть двигается в это да да и вот очень с нами вот со всей планетой во всех уровнях работает вот все возможные структуры связанные со временем вот прямо много их здесь в данный момент вот этой энергии только вот можно сказать они наполняют все это и тот же Китай связан с тем что там какое-то место тоже должно быть и тогда еще где-то внизу в Южной Америке что-то там где-то с самой низ и такой как выход из времени очень связано это все с горами потому что горы могут только за собой нанести вот эту энергию такую себя держать такие порталы в какой-то мере это тоже получается божественного уровня проявления здесь на планете Земля потому что до этого можно сказать это такой уровень богов проявления способности использовать осознанно вот эти порталы времени но насколько я вижу понимаю вся планета движется именно в эту сторону что выход из соединения с порталами времени что выход вне времени существования как бы вне времени там идет информация по временной линии которая меняет своему взаимодействию с людьми здесь находящимся на планете Земля они говорят что они выходят такое как во второстепенное свое состояние что вперед как бы выдвигается осознание себя здесь и сейчас вот это здесь и сейчас знаменитая древняя фраза но которая вообще непонятно не раскрыта неосознанно это просто пустые слова пока нет этого сознания этого здесь и сейчас вообще это показывает очень интересно что если ты соединяешь вот этим состоянием этим лучом здесь и сейчас ты уже пребываешь вне времени здесь и сейчас ты можешь как-то вот сам уже остановить это время и быть как маленьким порталом в этом как бы двигаться ты как бы есть все наблюдаешь но как бы время она от тебя особо не относится не действует очень интересно и это тоже наверное получается как этап потому что он как бы вот такой один вот такой вот выход из этого всего оно как оболочка такая вот когда это все временно взаимодействует планета она как поднимается и стоит совсем новенькая чистенькая вот планета земля такая тоже прибывает на ней люди и живут и много что делать но она совсем другая она как бы выглядит похоже на эту но она такая свет все цвета они намного чище прям такие чистые нет ничего мутного вот чисто зеленый чисто такой голубой да там чисто такой вот коричневый да вот разные вот эти такие цвета она вся такая как обновленная после всех этих процессов очень большая чистота в присутствии всего что есть но огромная чистота очень трудно описать так связаны ли арктические потоки арктические информационные или кодовые потоки связаны ли они также с этими вот сакральными знаниями вот дополнительно ну понятно и в тех и в тех есть особая сакральность но есть ли здесь еще какая-то вот такая взаимосвязь или сначала были арктические потоки теперь вот те потоки которые вот в начале говорилось о том что поднимается вот это все на поверхность они показывают что вот если какое-то время назад когда мы смотрели арктика была как бы замерзшая закрытая недоступная да то вот теперь просто они показывают мне на арктику и как бы там как бы уже не было этого льда они показывают что все растаяно как бы и все эта вот информация вся эта энергия она растеклась на всю планету возможно с тем что мы прикоснулись уже какие-то уже были запросы и мы уже расследовали углублялись в эту арктику делали взаимодействие с этими лучами этими энергиями что она уже пошла тоже очень сильное раскрытие и там как бы вот эта энергия что она как бы как обычный континент как сама по себе вот она и все эта энергия все как бы доступно только заходи прикасайся и как бы спрашивай и взаимодействуй что вот она вот реально разливается на всю планету и уже присутствует что это все связано и как бы там нет особо уже такого что вот типа недоступное непонятное и как бы закрытое ну все конечно по уровням сознания доступно каждому но в принципе что вот да она все уже слилась со всей планеты и как бы теперь идет все весь главный оценок все-таки на ядро планеты все время мне периодически показывают вот это ядро оно очень движется оно-то очень меркает и там всякие вот такие энергии двигаются оно прям очень интенсивное очень интенсивное это ядро я так в общем еще взглянула на всю планету да и как бы все-таки показывается вот вся это все время это вода вот прям вся планета водой и вот что все воду пронизывает эти лемурианские все энергии их присутствие их потоки вот их сознание да и вот мы как бы пока еще те которые не углубились вот эту всю водную энергию стихию мы как бы чуть-чуть сверху и как бы вот все это лемурианское актурианцы тоже очень сильно присутствуют они говорят лемурианское актурианское что они как бы идет навстречу чтобы подать руку помочь нам ощутить вот это взаимодействие с этой водной потому что мы как-то находимся больше в той водной стихии которая ну как бы ну как бы паром да вот в воздухе который вода да и они вот как-то все больше про это отвечает и насколько важно вот ощутить своего соединения вот с этой водой и вот по-новому это углубление вот с этими кодами которые через воду идет принять в себя и все глубже вхождение в воду вот просто соединение тела с водой она в данный элемент играет очень огромную роль это очень большая глубина и как бы раскрытие нас каждого вода возвращает тебя к тому кто ты есть что ты есть вода обновляет божественные коды вода обновляет всю твою божественную суть кто ты кто ты есть кем ты являешься кто ты есть изначально вот прям вся эта водная стихия она говорит соединяйся водой со знанием соединяйся водой со знанием своим сердцем своим телом своими клеточками всей своей глубиной вспоминай они говорят вспоминай все вспоминания доступны просто открывай сердце вспоминай кто ты есть как бы для воды что вода есть для тебя очень сильно вот эти лемурианские потоки можно приглашать взять кого-нибудь из лемурианцев за руку и просто показать пусть ведет и показывает как мы каждый с водой взаимодействуем этот Мендес который был сначала он значит говорит что дорогие люди вот этот следующий этап свое сознание раскрытие соединения с сознанием воды стихией воды это вот как бы следующий этап перехода вода 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 много воды снутри снаружи повсюду водный элемент переходит свое новое состояние в свою новую силу чем больше будем принимать тем легче будем ощущать как это все меняется на клеточном уровне и будем все легче ощущать как взаимодействовать вообще с планетой с нашим существованием здесь ну в то же время вот с телом что есть что пить что когда спать и так далее и так далее вода идет вот обновление через воду очень сильная лучше всего быстрее всего легче всего ну вот и закручивается энергия внутрь прям такое живое сознание такое живое сознание воды иногда как-то как в фильмах показывает когда вода каплями летит такая и прям говорит с тобой вот этот фильм мультфильм детский Ваяна да которая там с которой Акьян говорил но она прям настолько хорошо олицетворяет вот это сознание воды что с ней можно общаться да вот что-то очень похожее на то очень глубинный смысл в этом есть огромная благодарность всем присутствующим уровнем всем 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 благодарим 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 и они еще говорят что соединение с водой очень помогает растворению наших каких-то пониманий и времени что взаимодействие очень сильное между уровнями иерархии времени и теми уровнями космическими которые приходят вот эти активации через воду делать что когда в воде плывешь просто расслабляешься соединяешься полностью с водой не знаю тоже может быть те которые ныряют пропадает ощущение времени ты просто плывешь в пространстве воды и как бы не ощущаешь времени это очень помогает избавляться вот этого ощущения времени тоже как бы выходить из этого старого понимания времени раскрывать себе способность соединиться с этим новым пребыванием в этих порталах не времени вот все соединено вода время вот оно так взаимодействует хранители времени благодарят вас за ваше присутствие за ваше внимание за принятие потоки вас благодарим 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 прекрасные космические души каждого всех вместе много мощных душ тоже присутствует в этих вот в твоем канале в моем потому что показывает люди которые воспринимают эти потоки и за ним и за каждым такие огромные такие ряды их кураторов духовных прям такие огромный космос уходящий вдаль вот этих рядов кураторов и в соединение в центр земли я вот благодарю этих хранителей сакральных знаний планеты земля этот огромный световой шар надо оставлять там его нельзя с собой брать и я говорю ну как как это все они такие маленькие световые камушки дали я положила в карман и они тоже светятся им можно так ну не такое большое пространство просвещать рассматривать но можно они тоже несет эту энергию этого большого кристалла или как это назвать шара да благодарность хранителям всем благодарность благодарность благодарю всех своих сопровождающих сил всех танечки не сопровождающих сил всем благодарность благодарность альтурианцы благодарим всех уровней благодарим благодарим Благодарим. Такой Гайи поток в конце. Гайи прям так. Очень сильно в таком раскрытии огромном. Благодарим всем. Да, хочу сказать, что просто с каждым разом труднее все описать, передать, потому что моя многомерность, она тоже очень сильно раскрывается. И я вижу все очень многомерно, мы все время в потоках, и очень вижу потоки разные, как это все взаимодействует, тот уровень, тот, тот, тот. И как бы одно конкретное, это очень трудно описать, передать. Они, конечно, пытаются показывать самое главное, что я должна сказать, но это очень важно тоже для меня лично, смотреть опять дальше, шире и так далее, и учиться тоже просто передавать понятным языком. Ну, я благодарна, да, я ощущаю, что в этот раз мне больше было важно энергетически, чем, может быть, как-то информационно. Прямо такие разные ощущения очень довольно сильные зашли, про определенные вещи, да, и как бы ум еще сопротивляется, он такой, а как это, а как это, да, ну как это, не времени, как это. Ну, просто вот идут такие вот интеграции, прям, и они будут распаковаться, и будет все легче и легче понимать и принимать. Ну, вода, она очень важна, это однозначно, да. У меня, наверное, все, как у тебя. Все, нет никаких дополнений. Благодарю всех высших существ, которые сегодня помогали раскрыть информацию. Благодарю, Диана, тебя, благодарю наше высшее я. И будем тогда заканчивать. Угу. И обращаюсь к зрителям, пишите комментарии, что вы чувствовали, какие у вас, может быть, какие-то свои ощущения были, или понимания, какие-то осознания. И мы будем благодарны вам за ваши комментарии. Будет очень интересно почитать их. Благодарю. Да, обязательно. Да, пишите, пожалуйста, потому что вы тоже очень-очень мощные древние души. У вас какие-то свои раскрытия идут, какие-то элементы, можете увидеть, которые мы, может быть, здесь пытались быстрее все охватить, не увидели. И, может, вместе может сложиться очень красивая такая прям картинка, и больше, и глубже понять можно будет. Да, благодарю. Благодарю. Спасибо.